Томсо, но зачем ты так? Почему показал этот ролик с джамбоксом? Ржу не могу, очень сильно. Тебя собираются встречать с хлебом и солью, а не электрическим стулом с щипцами для выдергивания ногтей и дубинками. Какого Кадырова? Сегодня не против Кадырова надо выходить. Сегодня тоже нужно будет выходить против тех же танков, тех же вертолетов, той же авиации, установок ГРАД, ГАУБИЦ. Против всего этого и сейчас надо выходить? Или ты думаешь, Кадырова это какая-то автономная армия, что ли? Нет, это российская власть. Так, хочу вам показать еще одно очень интересное кино. Значит, это телеканал Дождь задал вопрос этому Кадыровскому Геббельсу, аналогу Масхадовского Удугова, Джамбулату Умару, за дождь вообще молодцы, конечно, просто красавцы. Задали ему вопрос про меня, где-то там поймали его, и Джамбулату Умаров ответил на этот вопрос и выложил это у себя в Инстаграме, выставил этот пост со своим ответом про меня, снизошел, так сказать. И давайте его послушаем, как Навальный объявляет у себя на Навальный лайм, говорит, там 50 секунд, вот здесь где-то минута, 17 секунд, по-моему. Давайте послушаем это видео, слушайте. Тумсу Абдурахманов известный чеченский блогер, который сейчас проживает в Польше, но его оттуда экстрадируют. Что его ждет в Чеченской Республике? Готовы ли как-то с ним выйти на контакт для того, чтобы у него не было никаких проблем в Москве? Если я скажу, что мне не интересен персонаж, который является по национальности чеченцем, каким бы он ни был, он чеченец, он наш. И мы всегда найдем общий язык, мы всегда примем, если надо, накажем его, если он виновен, если ему есть за что отвечать. Если он замешан в каких-то преступлениях, он, конечно, за них ответит. Но если человек считает себя чеченцем, и если он выходит из Чеченской Республики, и это доподлинно известно, то, поверьте мне, изгоем он для своего народа не окажется, если он не заморал себя кровью, не заморал себя предательством собственного народа. Если он сам себя не вычеркнул из числа чеченского народа. Никаких, как вот любят у нас сейчас говорить в ОБСЕ о Чеченской Республике, внесудебных казней пусть не ждут. Ничего внесудебного и внезаконного с Тунцу Абдурахмановым, если он попадет в Российскую Федерацию, будет экстрадирован, ничего страшного такого вне суда, вне закона его ждать не будет. Это очень круто. Короче, Джамбулат Умаров, спасибо, конечно, что на своем инстаграм-аккаунте решил это выложить, показать. Но я стесняюсь спросить, Джамбулат, вот эти вот внесудебные казни, которые ты говоришь, не будет, это... Ты вообще как себе... Как ты понимаешь вообще вот это слово само, внесудебные казни? По-твоему, Хазир Ежиев, убитый сотрудниками полиции, убитый и затем сброшенный с обрыва где-то в районе Рошничо. Или, например, Турпол Исраилов из села Берткел, которого забрали в Гудермеский отдел полиции и затем вернули его тело, которое погиб от пыток. Это у тебя в смысле как бы судебная казнь? Ты представляешь, что на это было решение суда и их казнили, что ли, по какому-то решению российского суда, что ли? Ты так себе это понимаешь? Или что ты имеешь в виду, не будет несудебных казней? Или смотри, 27 человек, которые были казнены в январе 2017 года, это тоже, по-твоему, как бы санкционировано российским судом? То есть был приговор, ты думаешь, о том, чтобы их казнить? Или ты, или по-твоему, или я не знаю, ты имеешь в виду, что больше не будет это было, но больше вы теперь не будете проводить несудебные казни? Ты что имел в виду? Пожалуйста, в следующем своем посте в этом инстаграме разъясни нам этот момент. Что значит, не будет никаких, пускай не ждут никаких несудебных казней, а до сих пор это что было? Это все были судебные, что ли, казни? Что ты такое там сказал? Я, конечно, понимаю. Да, ты там ответил, это нормально, что ты решил все-таки. Не как обычно отвечать, что ты типа, не знаешь вообще, не в курсе, что происходит, а решил, мало того, что ты ответил, ты еще решил это выложить у себя на своей странице в инстаграме. Ну да, это нормально. Но Дождь вообще молодцы, конечно. Взяли в лоб ему, задали вопрос. Томсо, может телеканал Дождь подыгрывает, показывая мнение официальных лет Чечни и Польши, чтобы тебя депортировали в Россию? Что значит подыгрывает? Телеканал Дождь это журналисты, они так и должны освещать тебя. События, они всегда, они должны быть как бы объективные, нейтральные, они должны и ту сторону, и эту сторону. Это этика, журналистская этика, они так и работают. Как раз таки в этом и проблема всех российских гос. вот этих каналов, первый, второй, НТВ. То, что они только одну сторону показывают у них, это пропаганда, когда только одна информация идет с одной стороны, это уже пропаганда, это не журналистика. А Дождь, они молодцы, и там спрашивают, и здесь, и это мнение показывают, и альтернативное мнение показывают. Они так и должны, это я себе могу позволить просто одну сторону освещать, потому что я блогер, я же не журналист, у меня нет никакой журналистской этики. Я свои мысли здесь выражаю, я вот как я, я художник, я так вижу, понимаешь, я так захотел, вот как мне это видится, я так и буду об этом говорить. И я не должен там никакой нейтралитет занимать, там какие-то, эту сторону показывать, ту сторону. Не должен, хотя я тоже иногда это делаю, но я не обязан это делать. А журналисты это должны делать, иначе они будут просто какими-то пропагандистами. Томсо, но зачем ты так? Почему показал этот ролик с джамбоксом? Ржу не могу, очень сильно. Тебя собираются встречать с хлебом и солью, а не электрическим стулом, щипцами для выдергивания ногтей и дубинками. Может, они тебе еще билет на самолет купят? Не, здесь, конечно, это очень интересно. Вот просто как он себе это представляет, да? Шо-Иб-Тутай был депортирован из Болгарии и прилетел, потом стоял там со следами пыток, такой, весь такой, ну, в таком, очень униженном таком положении они его показывали. И он стоял и униженно читал с листочка стихи, которые якобы он написал там, находясь за стенках, где-то в Болгарии. И, по мнению Джамбулата, это санкционировано российским судом, что ли? Это что? Как можно такую чушь пронести? Я все-таки, ты же как бы геббельс, Джамбулат, ты геббельс, ты должен, у тебя должны быть какие-то, знаешь, такие, ну, не знаю, как-то круче ты должен это все-таки делать. А то, что ты делаешь, это какая-то ерунда получается, ты скатываешься. Так нельзя. Поработай над собой, Джамбулат. Павел, Тумсо, 90-е чеченцы вышли против армии с танками, вертолетами, самолетами. Почему они сейчас не могут выйти против Кадырова и подавить его, а просто терпят? Павел, какого Кадырова? Сегодня не против Кадырова надо выходить. Сегодня тоже нужно будет выходить против тех же танков, тех же вертолетов, той же авиации, установок Град, Гаубиц. Против всего этого и сейчас надо выходить? Или ты думаешь, Кадырова это какая-то автономная армия, что ли? Нет, это российская власть, это российская армия. Если нет российской армии, нет и Кадырова, выведите оттуда, пусть выведут оттуда войска, все. Вопрос с Кадыровым, это вопрос, в лучшем случае, дней, наверное, так, я думаю, даже часов, наверное, очень быстро вопрос решать. Вот, о чем ты говоришь? Кадыров это и есть, как он там сам заявал, я это, говорит Россия, Россия это я. Действительно, он это Россия, он герой России, он генерал, как он говорил, России. За ним стоит Россия, без России его нет, вот это то, что он сегодня там установил, он установил на штыках России. Российская армия это все делала, руками российской армии это сделала. Кадыров российский наместник и наемник тоже, наместник на чеченской земле. Вы не нужны его воспринимать как какую-то отдельную фигуру, как будто бы чеченцы сегодня, просто вся загвоздка с Кадыровым, мы с ним не можем разобраться. Да мы давно с ним разобрались, да вообще бы его не было бы. Кадыров, он вообще не мог, в принципе, гипотетически даже стать тем, кто он сейчас есть, если бы не Россия. Ну, представьте себе, как он мог, у него вообще нет никаких, никаких там, не то что талантов, никаких навыков у человека, нет. Вообще, я не знаю, что бы ему можно было бы даже доверить. Я думаю, Путин таким образом как бы поиздевался над нами, над чеченцами, поставили его над нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok